уважаемые скорпионы я приветствую вас на канале око таро с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю со 2 по 8 января включительно что вас ждет в этом периоде информация общего характера поэтому расклад подойдет как мужчинам так и женщинам я вас всех приглашаю к своему столу что мы сегодня будем рассматривать основные кармические моменты все что может происходить в вашем доме семье в профессиональной сфере рассмотрим ваше финансовое поле возможные доходы расходы внешний мир в отношении вас взаимодействия с другими людьми скрытые факторы подведем итоги этой недели и также в конце расклада будет дополнительная карта совета или карта форс мажора сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания это карта которую я достану самой последней после выкладки всех карт и ответит на загаданный вами вопрос поэтому думайте о своем желании для тех кто знает свой асцендент просматривайте это второй прогноз и по асценденту и по своему основному знаку зодиака и то и другое будет верно и резонировать могут сразу оба знака таким образом у вас будет больше информации для сравнения колода готова я делаю последний срез и приступаю к выкладке кому нужно большее время для того чтобы загадать свой вопрос желания нажимаете на паузу уважаемые скорпионы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению на момент просмотра я вижу что у каждого из вас душе есть своя тяжесть это больше касается рода дома семьи чего-то личного касательно каких-то прошлых ситуаций вы постоянно чем-то вспоминаете думаете и вот этот негатив какой-то степени в своей душе культивируете из этого могут быть немножечко подавленные настроения упаднические из этого может быть немножечко подавленное настроение и когда вы в таком состоянии вы даже можете ощущать нехватку сил но кому-то из вас действительно стоит обратить внимание на свое здоровье в этом периоде в особенности тем у кого есть хронические заболевания потому что возможно любого рода обострения и по раскладу я также вижу что вам все время приходится чего-то ждать вы чувствуете себя как заложник или заложница судьбы но все-таки несмотря на все вот эти моменты я вижу характер я вижу волю я вижу настойчивость это что вы сами себя из этого состояния вытягиваете первой для вас выпала очень активно очень хорошая карта это шестерка жезлов и она говорит о том что все таки эта неделя начнется для вас очень даже неплохо вы по этой карте можете почувствовать прилив сил энергии эта карта может показывать любую радость любые приятные события любую информацию которая для вас может оказаться долгожданной или радостной так как эта карта дорожная она может предполагать любого рода разъезда как на близкие так и на дальние расстояния и если вы их запланировали то по этой карте вы вполне все из задуманного способны осуществить также я рядышком с вами вижу людей которые вас хвалят возносят которые вас очень могут уважать а это говорит о том что рядом с вами есть друзья надежные люди на которых вы в чем-то можете опираться вы показаны как человек обладающий лидерскими чертами характера и по этой карте вы не готовы ждать того чтобы что-то менялась и или происходило само собой вы что-то для этого делаете и карта говорит о том что вы находитесь в постоянном движении несмотря на все эти мысли которые я описывала в начале расклада уже первая карта говорит о том что вашей жизни есть очень прочный фундамент под ногами и карта показывает жизненное равновесие которого вы уже достигли в чем-то но я не вижу того чтобы вы себе особо позволили расслабиться на входящие события для вас выпала четверка мечей и вот эта карта как раз и может говорить о состоянии здоровья или то что хорошее настроение сменяется на какую-то печаль потому что эта карта может показывать любые прошлые старые жизненные ситуации которые вас беспокоят но по этой карте вы сейчас пока ничего не можете поменять и возможно в прошлом остались люди которые вас чем-то обидели из-за которых вы что-то выстрадали или потеряли постарайтесь это прошло хотя бы на время отпустить и лучше подумайте о своем эмоциональном спокойствии и о своем здоровье и вот эта карта может предполагать то что у кого-то будет желание просто отлежаться ничего не делать и для того чтобы эта карта действительно для вас проигралась максимально безболезненно именно так вы и можете поступить устройте себе день отдыха день релакса но также если вы все-таки ощущаете что по здоровью есть какие-то недочеты постарайтесь подлечиться заняться собой и я вижу что вы очень быстро будете идти на поправку благодаря тем людям которые рядышком с вами благодаря тем разговорам информации которую вы будете слышать а по центральной горизонтальной линейке я вижу что происходит и очень много положительных и хороших событий касающихся вашего дома семьи ваших детей даже каких-то творческих моментов жизни и я вижу что многие из вас непременно что-то будут отмечать в тесном семейном кругу самыми близкими людьми новогодние праздники продолжаются кто-то празднует их кто-то празднует рождество то есть возможно вы куда-то будете идти в гости может быть вас в гости будут приглашать но в этом вы себе не должны отказывать потому что отдохнув и с кем-то пообщавшись вы очень быстро набираетесь энергии все три центральные карты показывают положительные эмоции и радость если говорить о женщинах то вас в чем-то готов будет поддержать мужчина потому что вашу карму в центр расклада выпала карта короля чаш и для многих из вас эта карта может показывать возлюбленного для кого-то супруга для кого-то возлюбленный супруг может быть в одном лице для кого-то это хороший друг или родственник на которого вы всегда и во всем можете рассчитывать может быть мужчина готов вам в этом периоде будет сделать какие-то подарки сюрпризы или просто вас чем-то порадовать удивить и поддержать морально если говорить о мужчинах скорпионах то центральная карта показывает вас собственной персоной и она говорит о том что вы действительно очень интересная личность вы очень глубокий человек очень чувствительный человек и все то что касается ваших близких вы всем сопереживаете сострадаете вы кому-то готовы помочь у вас я вижу что есть какие-то творческие планы надежды которые очень хотелось бы осуществить и конечно же для вас эта карта хорошего настроения в этом периоде и для тех у кого есть основная работа эта карта говорит о том что вы однозначно даже в этом периоде способны неплохо зарабатывать то есть в работе что-то стабильно или вы даже что-то способны улучшать даже если до этого у вас чем-то был застой а такое возможно потому что верхняя карта все-таки четверка мечей даже если меня смотрят те люди которые сейчас не работают вы в затруднениях вы тоже чему-то будете радоваться и я не вижу того чтобы вы финансово вообще были без денег потому что в большой крест вашей судьбы выпала прекрасная карта шестерки монет карта стабильности финансовой прежде всего и карта звезд это говорит о том что у кого-то может быть дополнительный источник дохода может быть вам кто-то помогает или готов помочь или если вы об этой помощи кого-то попросите сто процентов вам ее окажут также я вижу что многие из вас готовы вкладывать деньги в какие-то выгодные проекты благодаря которым у вас мог бы быть прирост денег и я вижу что вы мыслите очень правильно и вложение делаете очень правильный в этом периоде также тратится очень много денег на подарки на отдых на ваших близких но вы это все делаете с легкостью с радостью вы не жалеете не об одной копейке но я вижу что ваши близкие где-то иногда вашей добротой пользуются или где-то даже пытаются вами манипулировать если говорить о мужчинах скорпионах то внешне вы очень спокойный самодостаточный уверенный в себе человек но вашей душе бушуют бури и вы не всегда бываете таким спокойным иногда вы бываете как ураган бываете очень резким или вспыльчивым и я вижу что вы прекрасный манипулятор и психолог своего рода игрок или азартный человек поэтому внешнее спокойствие которое вы излучаете внешнюю доброту для многих может быть весьма обманчиво и если говорить о женщинах то вашем окружении как раз может быть такой мужчина который очень многое делает который старается которые радуют но с другой стороны вы где-то от этого человека можете чувствовать зависимость и нежелательно против этого мужчиной идти потому что когда этот человек злится то может быть гром и молния если говорить о тех женщинах которые на сегодняшний день при работе скорее всего в работе вас также поддерживает мужчина или от мужчины что-то зависит для кого-то это может быть ваш коллега работодатель но не обязательно это может быть также друг или родственник или любимый человек который вам дает нужные советы и нужную поддержку если вы не работаете то карты говорят о том что эта неделя как раз дана вам больше для отдыха но при этом у многих из вас я вижу очень много амбиции потому что на внешний мир выпала карта звезд а это проекты это общение это карта соцсетей интернета возможно благодаря этому общению интернету вы что-то для себя получаете какую-то информацию может быть кто-то готов проходить какие-то тренинги мастер-классы повышать в чем-то свой уровень мастерство или квалификацию также вы сами обладая определенными знаниями способны ними делиться с другими людьми и для кого-то ваш опыт может в чем-то быть очень ценным я не вижу также и того чтобы вам или вашим близким что-то из внешнего мира угрожала на внешний мир выпла карта звезд которая говорит о том что высшие силы вам помогают эта карта вашей путеводной звезды она может показывать озарение удачу возможности в этом периоде и для тех кто зарабатывает я вижу что вы сами возможно занимаетесь благотворительностью может быть перечисляете куда-то свои деньги на какие-то организации может быть просто вы готовы помочь тем кому сейчас гораздо сложнее чем вам и с вашей стороны это очень благородно переходим к нашим семейным парам и посмотрим что у вас для семейных пар выпала шестерка монет и карта пажа чаш две замечательные карты эти две карты говорят о том что ваш дом поступают финансы я вижу что вы готовы делать очень много для дома для семьи вы каждую копейку готовы внести в дом во что-то вкладывать и показано что своими деньгами вы помогаете буквально всем родственникам но по крайней мере ваша вторая половинка на вас чем-то может рассчитывать карта пажа чаш может показывать ребенка детей или внуков и здесь тоже вас ждут приятные моменты радости может быть какие-то телефонные звонки сообщения встречи небольшие подарочки которые вас могут умилять если говорить о вашей второй половинке то ваша вторая половина вас любит внешне вы проявляете благородство и добродетельно вашей душе я также вижу огромную усталость и тяжесть но сейчас вы стараетесь об этом не думать что происходит у наших свободных скорпионов для свободных выпала девятка мечей карта старшего аркана императрицы и карта четверки чаш девятка мечей может говорить о любых сложных родовых программах о сложном прошлом о чем-то болезненном о том что вы пережили ранее и вот этот груз прошлого по-прежнему стоит рядышком с вами если говорить о женщинах а вы такая красивая такая умная такая активная и я вижу что вы способны вот эти состояния где-то в себе контролировать вы не должны оглядываться на прошлое вы должны смотреть в будущее а она у вас есть и я вижу что вы в чем-то способны развиваться сами и благодаря вашей помощи расти развиваться могут еще те люди которые рядышком с вами поэтому не должно быть никакого плохого настроения четверка чаш для многих из вас показывают надежные тылы и также надежный фундамент под ногами благодаря кому-то из близких тех на кого вы также можете опираться вы постоянно анализируете свою жизнь свои ошибки вы думаете что же я делаю не так или что во мне не так к вам откуда-то может поступать помощь положительное общение когда кто-то хочет вам возможно чем-то помочь или просто с вами пообщаться но вы иногда сознательно сами от этого общения уходите карта показывает некоторую меланхолию размышления о жизни и даже некоторую усталость или присыщенность чем-то но и в малом кресте вашей судьбы и в большом кресте я вижу хорошие карты поэтому все у вас будет налаживаться то что касается личной жизни я вижу что вы очень сильно разочаровались в прошлом но на сегодняшний день и в ближайшем будущем у вас еще будет выбор и возможно даже кто-то вам оказывает знаки внимание но вы пока для себя не уверены и возможно вы сами не спешите с решениями если говорить о мужчинах и вам нравится определенная женщина то ваших дальнейших отношениях все зависит больше от дамы потому что карты показывают ее неуверенность с одной стороны с другой стороны желания вас чем-то поддержать порадовать помочь вам то есть эта женщина для вас может быть очень надежным другом замечательным человеком скорее всего женщина с ребенком или с детьми возможно женщина замужняя для кого-то из вас но вы за свое счастье вполне могли бы побороться если такой женщины еще в вашей жизни нет то она непременно появится давайте возьмем теперь дополнительные карты для всех тех у кого есть основная работа и для тех кто пока не работает что вам нужно знать для тех кто при работе выпала карта старшего аркана справедливости она говорит о том что все таки в самое ближайшее время в работе нужно будет что-то приводить в порядок карта может показывать новые договоренности перезаключения каких-либо договоров эта карта причин и следствий и она может говорить о том что возможно нужно исправлять какие-то недочеты в ближайшее время скорее всего что-то для вас в работе под большим вопросом и возможно вы до конца не уверены хотите ли вы здесь оставаться или не хотите даже если вы хотите оставаться на этом месте то вы можете зависеть от других людей от руководства от чьих-то решений и по этой карте я вижу что вам тут нужна либо чья-то дополнительная помощь поддержка совет или может быть какая-то важная консультация которая тоже не будет лишней может быть недавнем прошлом в работе возникали какие-то конфликтные или спорные ситуации которые до сих пор актуальные и с ними нужно разобраться внести во что-то ясность то есть для каждого эта карта проиграется по-своему но вы обязательно должны попытаться что-то подкорректировать потому что от ваших действий сейчас зависит ваше ближайшее будущее то что касается заработной платы я вижу что вы могли бы зарабатывать больше но скорее всего если говорить о том чтобы вам кто-то поднял зарплату если вы работаете на кого-то то с этим пока есть сложности и это еще может обсуждаться если вы работаете сами на себя и от вас зависят другие люди эта карта говорит о том что вы не должны быть к людям предвзятыми и возможно вам стоит выслушать чьи-то требования и также в основную работу внести коррективы для тех кто на сегодняшний день не работает я уже говорил о том что без денег вы не будете и для вас выпала карта пожар мечей то что касается трудоустройства пока с этим есть сложности либо у вас нехватка информации либо нехватка каких-то знаний если вы настойчиво будете искать то вы в начале пути тут еще очень много хлопот если что-то будет упираться в документы или в оформление то с этим здесь тоже могут возникать определенные сложности тоже нужно будет похлопотать для кого-то из вас карта может показывать вообще получение нового опыта обучения но для вас это очень спорный момент вы бы хотели сразу достойную работу и я не вижу того чтобы вы хотели чему-то особо сейчас переучиваться или быть в роли ученика на более отдаленное будущее для вас выпала карта рыцаря монеты она говорит о том что трудоустроиться на хорошую работу вы сможете немножечко позже для тех кто в поиске и выгодные хорошие предложения для вас могут поступать как от мужчины так и от женщины но эта карта больше мужских энергий если говорить о мужчинах то возможно вы с кем-то в прошлом имели контакт с кем-то сотрудничали и какой-то человек из прошлого вам может помочь с работой в настоящем карта может показывать деловые дороги встречи собеседования целенаправленные это уже для вас продуктивные то есть все эти разговоры и встречи приведут к положительному результату также хочу обратить внимание на всех тех у кого есть открытые кредитные линии я вижу что закрыть свои долги вы можете но если вы обдумываете новые кредитные линии я вижу что вы способны их получить даже если не вы то может быть вы способны какой-то кредит оформить на близких людей на кого-то из родных но по раскладу я вижу что делать этого не стоит с этим не спешите до ближайших двух месяцев старайтесь никаких кредитных линий не открывать также я вижу что вы способны вкладывать деньги в какие-то долгоиграющие проекты но вкладывать по чуть-чуть понемногу что в скрытых факторах скрытые факторы для вас выпала карта старшего аркана дьявола карта семерки чаш и карта старшего аркана повешенного эти три карты могут говорить о том что последующая неделя или до конца этого месяца или в течение скажем так ближайших двух недель все-таки могут возникать затруднения и в работе и с финансами и во взаимоотношениях с другими людьми я вижу что у вас есть какие-то планы надежды но из-за кого-то в этих планов осуществить пока не можете именно поэтому вы находитесь вот в таком вот подвешенном состоянии при этом вами постоянно кто-то пытается манипулировать или вводить сознательно вас в определенную зависимость для того чтобы вы от кого-то зависели и по дьяволу возможно лично вам приходится постоянно выкручиваться что-то придумывать идти на какие-то хитрости а тут по-другому не получается ну а теперь посмотрим чем же неделя завершится на завершение этого периода выпала карта туза мечей карта активная и она говорит о том что и выходные будут активными возможно именно выходные дни вы захотите начать какой-то новый важный проект либо карта может показывать очень серьезную подготовку какому-то серьезному делу уже на будущую неделю но это карта логики аналитики рассуждений правильных мыслей на ход ваших мыслей также кстати кто-то может влиять то есть вас могут пытаться в чем-то переубедить также если вам приходится в чем-то иметь дело с людьми власть имущими чиновниками политиками военными я вижу что люди здесь злоупотребляют своей властью и если у вас решается что-то в таких вопросах то здесь тоже все очень сложно и запутано говорят одно происходит абсолютно другое постоянно идет какая-то искаженная информация и сплошные манипуляции по этим картам возможно кто-то на вас может даже пытаться оказывать силовое давление или карты могут показывать просто психологический прессинг в котором вам нужно кому-то противостоять потому что во всем если вы будете включать логику вы сумеете отличить правду от лжи истинное от неистинного ну а теперь давайте для вас возьмем карту основного совета на основной совет выпала пятерка мечей как видите даже здесь мы видим карту двойной игры нечестности и человеческого лицемерия а за вашей спиной в вашем ближайшем окружении есть такой человек или такие люди кто-то против вас кого-то настраивает может натравливать эта карта может показывать чью-то агрессию и злость но так как эта карта для вас выпала на совет если вы знаете откуда этот негатив может исходить возможно вам первому или первой нужно нанести сокрушительный удар для того чтобы кому-то мало не показалось и вот этих людей поставить на место тоже какими-то обходными путями и манипуляциями и так как эта карта форс-мажора или непредвиденных событий она может говорить о том что вот такие неприятности могут вылезти на поверхность для вас неожиданным образом то есть какие-то люди проявят себя не самой лучшей стороны или до вас дойдет какая-то информация не самая благоприятная может быть именно поэтому мы видим четверку мечей рядышком когда из-за чего-то вы чувствуете что у меня нет сил или у меня на что-то не хватает энергии после вот этих конфликтов то есть вы еще как должны прийти в себя ну а теперь давайте посмотрим сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпала девятка монет и эта карта дает ответ да эта карта полноты жизни и счастья для работы вообще карта замечательно потому что она показывает очень хороший финансовый поток но эта карта прекрасно и для любви и для отдыха и также по этой карте я вижу что вы способны еще на кого-то операция то есть есть человек или люди которые вам готовы будут помочь возможно в мужском лице ну и теперь давайте посмотрим что еще вам нужно знать для этого я возьму оракул ленорман три карты в произвольном порядке дадут нам дополнительную информацию карта древа семерка червей шестерка трев карта креста кармических событий и карта вальта пик или карта ребенка карты показывают какие-то очень большие переживания связаны с родом с домом семьей с близкими людьми может быть со старшим поколением у кого живы родители бабушки или дедушки это может касаться и других родственников очень большие переживания из-за ребенка или из-за детей у ваших детей были в последнее время какие-то сложности тут необходимо была помощь но я вижу что высшие силы в самые сложные жизненные моменты помогают вам ближайшее время будет что-то решаться в отношении дома семьи и близких вас могут ждать какие-то дороги дальние или вечерние дороги из-за которых вы тоже хлопочите и переживаете но в то же время эти карты показывают какие-то обновления в вашей жизни и возможность все-таки что-то менять конечно эти карты говорят о том что жизненные испытания еще не закончены пока мы живы мы эти испытания проходим постоянно и у каждого это что-то свое карта дополнительного совета для вас карта гроба так как эта карта выпала на совет вам не стоит ее бояться она говорит о том что что-то разрешится произвольным путем просто что-то старое ненужное тяжелое отойдет в сторону но возможно вы кого-то потеряли в прошлом до сих пор думаете о определенном человеке эта карта говорит отпустите не страдайте также эта карта может говорить о том что будут разрешаться какие-то вопросы финансовые может быть касающиеся имущества наследства или каких-то родовых ценностей уважаемые скорпионы таким для вас был расклад на этот период пишите в обратных сообщениях насколько эта информация для вас интересно была ли она полезна я вам всем желаю прекрасного настроения на всю предстоящую неделю и я не прощаюсь с вами я вас всех жду в следующих недельных прогнозах всех с праздниками и всем до свидания